Дорогие друзья, мы продолжаем наш общественный контроль за проведением работ по строительству северо-восточной хорды на участке через Лосиный остров. Работы находятся в самом начале, по сути дела сейчас идет подготовка территории к строительным работам. Мы уже отмечали, что проектная документация по строительству хорды не открыта для общественных обсуждений и, собственно говоря, не обсуждалась с общественностью. Отсутствует согласование деятельности по строительству и эксплуатации хорды с Минприроды России, как уполномоченным органом, в ведении которого находится национальный парк Лосиный остров. О том, что данная территория является действительно национальным парком, свидетельствуют и документы о создании национального парка, как мы уже отмечали, и установленные на границе этого участка строительства аншлаги, то есть информационно-охранные знаки национального парка, которые обозначают его территорию и указывают на существующий здесь режим. Пока что эти информационно-охранные знаки еще остались, поэтому сегодня, 20 ноября, мы в очередной раз это фиксируем. Отмечаем также, что на участке работ ведутся обширные земляные работы, работает тяжелая техника, отрываются траншеи от петлованы. Вот мы уже здесь сейчас замечаем, что нарушен гидрологический режим территории, и в отсутствие понимания, какие решения защитные для природных комплексов национального парка предусмотрены, мы можем предполагать худшее из возможного, что природным комплексом национального парка может быть нанесен ущерб как в процессе строительства трассы, так и в ходе эксплуатации. Почему важно сейчас это отмечать, указывая на то, что все-таки это территория национального парка, поскольку решения все-таки должны быть предусмотрены, соответствующие проектные по снижению негативного воздействия трассы и на этапе строительства, и на этапе ее дальнейшей эксплуатации. Если все-таки природным комплексом будет нанесен достаточно весомый ущерб, будут понятны лица, которые будут за этот ущерб отвечать. В силу того, что строительные работы и подготовительные работы ведутся, по сути дела, на незаконных основаниях, в отсутствие тех документов, которые надлежащим образом должны быть оформлены, и, соответственно, решения, которые должны быть проработаны, в том числе на альтернативной основе. Продолжаем дальше следить за ситуацией. Спасибо.